30 декабря исполнится 100 лет с момента основания Союза Советских Социалистических Республик. Конечно, этой страны уже давным-давно не существует, но осталось большое кинематографическое наследие. Ведь без преувеличения советский кинематограф – одна из ярчайших страниц в истории всего мирового кино. Так совпало, что в начале декабря в Москве стартовал 4-й международный фестиваль кино «Странсодружество» «Московская премьера». На сегодняшний день это единственный лучший смотр всего национального кинематографа стран, которые когда-то входили в состав Советского Союза. Что ж, давайте посмотрим, как это выглядит на сегодняшний день. «Московская премьера» берет свое начало в далеком 2003 году. Ее первым президентом был народный артист СССР Алексей Баталов. В 2019-м кинофестиваль перезапустили как международный, и он сфокусировался на кинематографе постсоветского пространства. Но на четвертом году жизни «Московская премьера» столкнулась с новыми внешними вызовами. Вот эти два года, которые людей заставили сидеть по домам, вот эти месяцы, когда из российского проката практически оказался вымот в Голливуд, это большой стимул для того, чтобы наши зрители не ходили в кино. И вот мы должны себя увидеть в том, что есть то кино, которое достойно их внимания. Почти 60 сеансов и 90 фильмов на пяти площадках – таков масштаб четвертой московской премьеры. Церемония открытия которой прошла в знаменитом киноцентре Центрального дома журналиста столицы. Современная же задача форума – развитие единого культурного и кинематографического пространства стран бывшего СССР. В этом году получилось так, что, как мне кажется, в конкурсе борются между собой фильмы реалистического направления и фантасмагорические, более символические. Вот примерно такая коллизия получилась. Но это коллизия именно этого года. Типичный пример соединения реализма с фантасмагорией – московская премьера артхаусной драмы «Поэт» живого классика казахского кино Дорижана Амирбаева. В основе сюжета – биография знаменитого кина Мохамбета Утимисова, современника Пушкина и Лермонтова. У нас есть герои своего времени. Будь то 18 век, 17 век, 21 век. Ну и показать жизнь поэтов, иногда в обществе их отторгая, при жизни не понимая, что они могут творить. Дедат, у меня к вам есть одно предложение, от которого вам нельзя отказываться. Другая конкурсная программа московской премьеры – «Короткий метр». Половина участников далеко не новички в кино, а местами уже призеры крупных мировых киносмотров. Если говорить вообще о теме этого года, референт, то, как ни странно, видимо, повлияла самоизоляция ковид, очень много фильмов, связанных с каким-то тотальным одиночеством. То есть даже если герой, допустим, персонаж находится в семье, в обществе, он все равно одинок, он что-то недоговаривает, что-то скрывает, прячет клад, не сообщает ничего своей семье, не находит с ними душевного контакта. То есть он все равно пытается решать свои проблемы самостоятельно, и формула найти своих успокоиться не работает не всегда. Итак, в конкурсе 22 короткометражки стран СНГ. Семь из них российские. Причем одна картина из Петербурга. Режиссера Руслана Янковского «Дельфины в космосе». Фильм посвящения Юрию Гагарину и его супруге. В главных ролях Илья Дель и Роза Хайрулина. Но основная идея фильма «Дельфины в космосе» это по-новому взглянуть на жизнь Юрия Гагарина. Не только на его жизнь, но и на жизнь Валентины Гагариной и Королева. Все люди, повлиявшие на свою жизнь, появляются вместе с ним в моменте еще до его рождения. Наверх, вниз? Пока не знаю. Валентина. Сергей. Юрий. Московская «Прингера» славится своими параллельными показами и спецпрограммами. В мемориальной части фестиваля «Спецсобытия в память об Андрее Тарковском» в библиотеке-читальне имени Тургенева, где прошла презентация новой книги «Летописца жизни Тарковского» киноведа Ольги Сурковой. Что касается вот этой новой моей работы, где собраны все, 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 о чем я говорила с Тарковским, то здесь я думаю, что я даю довольно полный образ живого, настоящего, подлинного Тарковского. Мне трудно самой об этом судить, но говоря, что она дает ощущение, почему и сказала в свое время Наймарковна Зоркая, что я «Летописец», что это действительно живой Тарковский. Если презентация книги «Андрей Тарковский» так далеко, так близко приурочена к 90-летию самого знаменитого в мире советского кинорежиссера, то в учебном театре «ГИТИС» вспоминали великого Анатолия Попанова в честь его столетия. Папа все время работал в театре «Сатиры», играл в общем комедийные роли, а если посмотреть его фильмографию, то там получается, что, дай бог, вот 6-7 фильмов комедийных наберется, а остальное все это такие, если не узнать, драматические ролики. Кстати, родной для Анатолия Попанова театр «Сатиры» в следующем году отметят столетие. Так же, как и свой первый маленький юбилей, пятилетие, справит и кинофестиваль «Московская премьера». Ну а пока победителей четвертого киносмотра назвали на сцене «Дом Жура». Гран-при фестиваля получил полный метр из Казахстана. Поэт. Лучшим короткометражным фильмом стала «Кыргызская лента. Сын своего отца». «Премьера мировая» осталась вот в Испании, в Бельбао. Мы там получили приз от ЮНИСЕФ за освещение проблемы одиноких детей. Вот это действительно проблема, мне кажется, на родине, потому что, как мы знаем, многие мигранты оставляют своих детей и приезжают сюда кормить их. Там они растут как раз-таки без этой любви родительской. «Московская премьера» вновь доказала уровень своего кинетографического влияния. Это абсолютно камерный кинофестиваль, но с обширной индустриальной программой и без всякого гламура.